Привет! Заключительный урок ZBrush 2020 здесь и мы продолжаем. Сегодня говорим о прочих функциях, которые появились в 2020 и первая из них это возможность рисования и скульптинга по UV. Есть вот такая модель со складками и к примеру стоит задача в текстурировании нанести цвет равномерно по типу шапки и майки, чтобы вот здесь были цветные полосы. К примеру, если мы будем делать это вот так, то видно, что и мазок неравномерный и мы не сможем равномерно нанести вот по такой окружности. Чтобы можно было работать в двумерном представлении, то есть по развертке, эта развертка должна существовать у модели. В данном случае она есть и в палитре Tool UV Map нажимаем кнопку Morph UV. Видим, как разворачивается модель. Здесь, в принципе, параметр тот же самый. Он и был в предыдущих версиях. Единственное, что добавилось теперь все-таки это возможность рисования по UV. И появился новый параметр Bump. Сейчас он стоит на 50 по умолчанию и дает вот такое отображение. То есть модель, по сути, не плоская. Она имеет рельеф, который соответствует параметру Bump. Если мы поставим, к примеру, на 100 и переразвернем, то он уже вот такой более выраженный. Возвращаю на 50 для ориентирования. Это хорошо подходит. И теперь нужно как раз нанести эту геометрию. Я выбираю такую Alpha. Сделаю кисть не такой мягкой, более жесткой. И растягиваю этот красный цвет. Здесь также могу растянуть и зеленый цвет. И теперь, сворачивая модель, мы уже получаем вот такой результат. То есть здесь этот цвет, он соответствует кривизне до нанесения. В равной степени удален от центра. Того центра, который мы указали при рисовании. Ну и разумеется, с любой альфа это работает. Мы можем наносить узор. Можем выполнять скульпт. А сейчас с одновременным добавлением геометрии сделаем. Снова контрастный цвет для наглядности. И сюда помещаем вот такую звезду. То есть она уже с объемом. Но здесь, поскольку скульпт прошел, то вот эти складки съелись. Если это сделать с обратной стороны, то уже добавление геометрии происходит. То есть имеем в виду, что разные стороны нормальной поверхности работает по-разному. Изнутри или снаружи. Вот такой, в общем, довольно простой инструмент. Но очень важный и долгожданный. То есть теперь все швы в труднодоступных местах, все это наше. И в таком представлении, конечно, гораздо удобнее работать с зажатым shift. Мы можем рисовать, к примеру, прям по этим складкам. И они будут точно повторять потом это течение. То есть удобно как для текстурирования, так и для скульптинга по модели. Сглаживание с shift, он не работает в двумерном представлении. То есть кисти сглаживания не работают. Следующая функция, которая появилась в 2020, это project undo history. В прошлом роке мы рассматривали кисть recall history. Сейчас рассмотрим глобальный параметр. То есть он работает по тому же принципу, с захватом истории, но не в виде кисти, а именно в виде инструмента, который применяется ко всему объекту. Находится он в палитре sub-tool project. Ее мы уже рассматривали в уроках по sub-tool. А сейчас здесь добавилась пара функций. Project history. Сейчас неактивна эта кнопка geometry и color. Все остальные параметры вы можете посмотреть в уроке по sub-tool. Итак, что он делает? Вот допустим, у нас есть такая панель истории, и что-то мы здесь накачали, да, в модели. Но, к примеру, вот этой звезды быть не должно, но мы хотим сохранить эти полосы. Если мы будем откатывать назад, то полосы, они предшествуют в обратном ходе до этой звезде. Если мы откатим, то мы их и потеряем. Значит, нам нужно удалить только одну звезду. Разумеется, здесь с shift-ом сглаживать не получится. У нас из складки уходят. А кистью recall history, которую опять-таки рассматривали в прошлый раз, мы можем убрать только ее. Но сейчас о глобальном параметре. Мы откатываем по панели назад до появления звезды. Вот так. То есть модель сейчас чистая. Захватываем эту историю, зажимая control, и опять-таки появляется светло-серая индикация внутри. Значит, процесс записи произошел. Теперь возвращаемся к исходному состоянию. Вот здесь. И кнопка project history становится активной. Мы ее нажимаем. Идет процесс. Видим, что геометрия ушла и остался только цвет. Почему так произошло? Потому что вот здесь кнопка color не нажата. Шаг назад. Зажимаем кнопку color. Project history. И видим, что теперь уходит и цвет. Но вот здесь есть некий артефакт. При пересечении поверхности он возникает. И вот этими параметрами нужно подруливать. Проверяем параметр дистанции, в первую очередь, который определяет взаимодействие этих поверхностей. Скажем, на 0.6 попробуем поставить. Нажимаем. Видим, что по-прежнему здесь происходит артефакт. То есть вот эти вершины, они уходят. Видно, как бы они туда улетают. Параметр fastest отвечает за самые дальние точки. Его тоже попробуем активировать. По-прежнему ошибка. Ну и вот на такой настройке, пожалуй, дистанция 0.1-0.12. Параметр блюра на 50. Мы делаем проекцию. Здесь нужно будет вручную пофиксить эти участки. И уже в таком состоянии на этой модели еще раз сделать проекцию. У нас по-прежнему якорь стоит вот здесь в панели истории. И здесь еще видны лучи от звезды. Да, но это тот компромисс, на который пришлось пойти на этом этапе, чтобы вот здесь минимальный артефакт получить. Снова нажимаем Project History. И получаем уже вот такую геометрию, что нас в принципе устраивает. Ну теперь видим, что и складки вот эти пропали, да, которые мы здесь рисовали. Наша задача была их все-таки оставить. Поэтому теперь уже подобрав нужные параметры, оставляем вот так. Эту часть я маскирую. И при проекции она не будет попадать в новую запись Project History. Снова здесь артефакт. Видим, что здесь все сохранилось. Приводим к надлежащему виду. И снова делаем проекцию. Здесь нужно будет еще поработать с этим участком, но сейчас не об этом. Задача выполнена. То есть мы оставили часть ту, которую хотели, используя маску. А эту часть вернули к прежнему виду. Подходит для глобальных проектов. Для небольшой такой модели можно было воспользоваться кисточкой History Recall. Для больших проектов, чтобы долго не возить кистью по поверхности, можно использовать вот этот глобальный параметр. Геометрия и цвет. Следующая функция 2020. Это удаление истории до текущей точки. Скажем, если мы сохраняем проекты с историей и точно знаем, что предыдущая история нам не понадобится, чтобы не занимать место в проекте, чтобы проект весил меньше, мы можем удалить предыдущую часть истории. Находится эта функция в палитре Edit, Delete, Alder History. Удалить старую историю, то есть до текущей точки. И получаем вот такой чистый проект. Как видим, действие необратимое. Ctrl-Z уже у нас не сработает. Как видим здесь, эта кнопка больше не активна. Следующая возможность по справке. Переработанное меню. Можно заходить на официальный сайт Pixelogica прямо из программы. Также добавились новые правила экспорта-импорта. Это касается FBX в первую очередь. То, что раньше приходилось делать плагином, теперь доступно из общего меню экспорта. Здесь мы можем выбрать FBX формат. Нажимаем сохранение, и у нас появляется диалоговое окно. Но об экспорте мы поговорим на практике более подробно, когда будем экспортировать. В принципе, здесь функционал заменяет плагин, который был FBX Export-Import. Вот здесь он находился. FBX Export-Import. Здесь можно было указывать параметры. Теперь все это доступно из стандартного интерфейса. Кратко коснемся. Здесь можно выбрать тип FBX, тип геометрии, слои, триангуляция. Здесь ось. Нормали, формат текстуры, экспортировать камеры в том числе, группы сглаживания, полигруппы как материалы и полигруппы как selection set. Та же самая история появилась у OBJ. OBJ Extended расширенный экспорт. Нажимаем кнопку, и видим то же самое выпадающее меню. Качество текстуры здесь можно выбрать и опции экспорта. Выбранная, видимая или все. Все, что есть в туле, мы можем экспортировать. Также добавилась возможность экспорта STL формата и ply формата. По импорту то же самое. Теперь мы можем импортировать и FBX, и ply, и STL. Из предустановок в Lightbox у нас появилась папка zizu. Здесь библиотека zizfer в виде животных. Животные и птицы, которых можно быстро добавлять и уже на их основе строить свои формы. Интересная библиотека, в принципе, экономит много времени, если вы занимаетесь animal sculpt'ом. Ну и заключительная особенность, вишенка на торте 2020, это возможность рисования с Alpha Paint with Alpha, рисование с Alpha каналом, рисование скульпт. Добавлю plane и нанесу на него вот такую текстуру травы. Это будет подложка. Эту текстуру я, в принципе, могу отключить. И в Lightbox теперь выберем вот эту текстуру. Она попадает в текстурный слот. И видим, как сейчас она рисуется. И наша задача получить в виде каменной кладки, чтобы вот в этих жилах просвечивалась трава. Для этого используем Alpha. Вот эту, дефолтную. И начинаем растягивание. Видим, что происходит. Текстура берется вот отсюда. Цвет Alpha, Alpha канал берется вот отсюда. Кисть пожестче, чтобы не съедался край. И если кнопку вот эту отключить, разницу, да, посмотреть, то здесь вот этого Alpha канала нет. То есть вот здесь, если в слоте Alpha стоит Alpha, и она имеет черный цвет, то этот черный цвет становится прозрачным. То есть черный цвет убирается при воздействии, и мы получаем вот такую чистую форму. Теперь, если эту кисть перевести в режим Roll, активировать Alpha, с зажатым Shift протянуть, мы, в общем-то, получаем вот такую геометрию. Здесь как раз-таки сгладить. Нужно, чтобы таких резких швов не было. И вот то, что мы получаем уже на этом этапе. Ну, либо же в этом режиме. Можем растянуть. И получить как геометрию, так и цвет одновременно. Если мы будем без геометрии это делать, получаем только цвет. Если будем делать без цвета, получаем только геометрию. Отличная функция, альфа-канал. Ну что же, на этом все. Мы рассмотрели все возможности, которые добавили в 2020 в этой серии уроков. Она будет в отдельном плейлисте. И, как уже говорилось, все эти уроки будут добавлены на сайт к основному курсу для полной актуальности изучаемого пакета нашего основного курса по брашу. Добро пожаловать. Спасибо всем, кто поддерживает наш проект. И до встречи в следующих уроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok